Ну и почём? 2250 фунтов. Сам Бог послал нам такого дурака, как ты, Хаммон. Что? 2000 фунтов за маленькую Феррари? Ты назвал её маленькой Феррари? Назвал. Так оно и есть. Двигатель посередине, итальянское производство. Так оно и есть. Посмотрите этот звук. Знаю. Это успокаивающий звук стука жести по русской стали. Это лёгкий, ясный, пузырчатый звук, похожий на саму машину. Сколько раз её перекрашивали? Она была чёрной, потом красной, потом она была белой, потом бледно-голубой, а теперь она лиловая. Вообще-то я бы хотел добавить. Не важно, во сколько цветов её красили, важно то, сколькими машинами она была. Теперь она становится ржавой. Бурой, да. Ну ладно, я не обернусь. Попытаюсь угадать, какую именно альфа ты купил. Та-дам! Лучший альфа! Это GTV6. Абсолютно точно. Да. Зачем у неё на капоте кусок пластмассы? О, это гениальное изобретение. У этой машины раньше была некоторая проблема. Двигатель всё время скакал под капотом и повреждал его. И поэтому они вставили вот эту пластиковую штуку, чтобы легче было менять. Почему не починили двигатель? Да не глупее. Думаю, были заняты. Поленились. Можно задать вопрос? Для чего тут ручка от метлы? А, это ещё одна характеристика GTV6. При парковке необходимо держать педаль сцепления выжатой с помощью вот такой вот ручки от метлы. Так. Иначе муфта и маховик сплавятся друг с другом. Понятно. Знаете, у меня была такая. Я о ней много чего знаю. Да, когда у тебя была такая, что ты думал о переключении передач? Ну, мягкая, плавная. Нет, оно таким не было. Нет, не соседи слова. А вторая? Ах да, вторая передача. Не знаю, я так её и не нашёл. Вот именно. Но давайте не будем зацикливаться на небольших дефектах конструкции Альфы. Катастрофа. Потому что мы все трое купили классические машины. Я купил, да. За достойные деньги. Да. Мы в Шотландии. Так почему вы нам... Ребят, давайте честно, ведь поездка по Шотландии — это настоящее дорожное приключение. Ну, мы могли бы. Пока мы здесь, могли бы прокатиться по СП-500. Что я хочу сказать, наверное... Журнал Condé Nass Traveler назвал этот маршрут лучшей в мире экскурсией. Озёра, горы — это просто... Он охватывает все лучшие места Шотландии. 500 миль по северному побережью. На итальянских экзотических машинах. Ой, что это? СМС-ка пришла. От мистера Уиллмана. Тут написано. Эти машины и 500 метров не проедут, не то что 500 миль. Я подготовил три запасных транспортных средства, на которых вы доедете домой, когда ваши машины сломаются, загорятся и взорвутся. А я всё гадал, что они тут делают. Забавно. Откуда он знает, что мы собираемся проехать 500 миль? Хороший вопрос, ведь Хаммон только что предложил это. А откуда же он узнал? И где он взял три велосипеда? Отложив вопрос об экстрасенсорных способностях Уиллмана, мы сели в машины. И пустились в путешествие по гигантской картине маслом в Шотландии. А ведь это не совсем то, что авторитетное туристическое издание заставляет нас верить, верно? Этот пейзаж не похож на картинки с крышек коробок с шотландским печеньем. Всё кругом, вот штукатурино. Как будто дома тестом обмазали, да? Тестом. Я обмазал свой дом тестом. Теперь понятно, почему они хотят независимости, да? Чтобы отвязаться от нас. Им не хочется, чтобы кто-то пришёл и всё им тут испортил. У меня как-то был сосед в Лондоне, я репатриот Шотландии. Зачем шотландцу жить в Лондоне? Ну, наверное, за тем, что он сделал бы всё ради Шотландии. Ну, только бы не стал там жить. Его звали Шон Коннери.